В эфире актуальное интервью. С этого года управляющую компанию можно оштрафовать за необоснованное увеличение размера платы за содержание жилого помещения. Она должна будет вернуть половину той суммы, которая была начислена сверхпричитающегося. Об этих и других изменениях в сфере услуг ЖКХ и о том, как обеспечить прозрачность в этой сфере, мы будем говорить с гостем студии, министром ЖКХ и энергетики Республики Данилом Семеновым. Данил Семенович, доброе утро. Доброе утро. Для многих сфера ЖКХ на сегодняшний день немного непонятна и вопросов возникает больше, чем ответов. Главный же вопрос, за что мы платим и куда уходят наши деньги. С чем это может быть связано? В сфере ЖКХ очень много участников рынка. Население, потребители, управляющие компании, товарищи собственников жилья и поставщики коммунальных услуг. И всем этим рынком нужно управлять и необходимо обеспечить прозрачность этих услуг. Каждый должен знать, за что он платит, куда уходят его деньги и какие качественные услуги ему оказываются. Все это необходимо обеспечить только управлением всеми этими процессами, обеспечить прозрачность только введением единой информационной системы. Сейчас базы разрослены. Каждая управляющая компания или каждое товарищество собственника жилья имеет собственные базы. И эти базы иногда бывают не автоматизированы, а некоторые люди просто сидят вручную и забивают те или иные показатели. Даже те, которые люди платят, им выдают только кассовые ордера, в которых непонятно, за что человек оплатил, какие услуги он получил. Вот этой информации население не получает. А как обеспечить на сегодняшний день вот эту недостаточную автоматизированность и вследствие с этим и прозрачность? Ну, прозрачность услуг. Мы начали над этим работать уже, в принципе, где-то года три назад. И в республике создана единая информационная система. В этой системе уже сейчас работают 279 организаций. Это управляющие компании, товарищество собственников жилья и ресурсоснабжающие организации. И более 42 тысяч домов уже подключено к этой системе. 147 тысяч лицевых счетов ведется в этой системе. И по городу Якутску это где-то по собственникам жилья, это 30% товарищей собственников жилья. Это где-то 50% управляющих компаний и около 20% ресурсоснабжающих организаций. Но в настоящее время в республике вообще как бы рынок очень большой. И у нас в республике действует 155 организаций коммунального комплекса, которые оказывают эти услуги. Плюс 145 управляющих компаний, которые работают на этом рынке. И более 236 товарищей собственников жилья. И чем больше будет охват, тем больше будет у населения возможности в онлайн-системе увидеть, сколько он потребляет услуги, сколько ему начисляется. Будут установлены единые подходы к начислению этих услуг, единые подходы к квитанциям. Даже человек не может увидеть у каждой управляющей компании свои формы этих квитанций. То есть человек даже не может увидеть, сколько он потребил, за что он оплатил и куда ушли эти деньги. В этой системе оно будет все видно. А в других городах, помимо Якутска, как обстоят дела? У нас эта система работает по всей республике. Этой системой пользуются и другие города. У нас очень много управляющих компаний, особенно товарищей собственников жилья в городе Ньюрингри. Это где-то, если по всей республике получили 238 лицензий на управляющими компаниями, то в Ньюрингри это где-то 27 получили лицензии, а в городе Якутске это где-то половина всех управляющих компаний получили лицензии. Но всех их собрать в этой системе это очень сложно, поэтому мы сейчас обновляем нормативно-правовую в базу, привязываем ресурсников к этой системе. Сейчас у нас ресурсники получают субсидии за оказанные услуги населением. У нас население оплачивает в среднем где-то 30% стоимости всех услуг. Поэтому разницу получают ресурсоснабжающие организации. И мы должны перейти к фактическому употреблению услуг. То есть ресурсник должен получить, сколько человек употребил услуги, настолько и должен получить тот объем субсидий, который полагается. И в связи с этим мы сейчас внедряем в этой же информационной системе, садим всех ресурсников. То есть каждый человек, если он получает услугу, он может туда вводить онлайн, сколько он потребил эти услуги, управлять своими услугами, да, там в системе дом онлайн, он может вводить показатели, он может проверять свои показатели, характеристики своего жилья, какая площадь, сколько человек проживает. Все это можно добиться только если у нас будет единая информационная система. Но также это обеспечит прозрачность и безопасность. Главное безопасность, то есть управляющих компаний, те, которые занимаются начислением, не будет возможности менять те или иные характеристики, показатели. То есть система, она защищенная. И плюс будет больше возможности в части оплаты этих услуг. Человек может, сидя дома, зайти в свой личный кабинет и произвести оплату своих услуг через интернет, через любые другие кассы, через банки. То есть появится возможность большего охвата населения по оплате этих услуг. Ну и также единая методология расчетов начисления. То есть сейчас каждая управляющая компания, она сама производит начисление. То есть в этой системе будет зашита формула начисления этих услуг. Также эта система позволит формировать единый платежный документ. Единый платежный документ, там будут уже понятные показатели. Человек будет увидеть, какие перерасчеты были произведены. И перерасчеты тоже будут производиться по единой методологии. Вот такая вот возможность будет этой системы. А вы вот сказали о том, что будет на сайте отражаться в том числе и информация о том, сколько людей проживает. Будет это производиться вычисление по прописке или по фактическому проживанию? Это, конечно, все будет от информации от паспортного стола по прописке. Но все эти данные человек может прийти и скорректировать, если будут какие-то изменения. Владимир Семенович, задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Какова ситуация на сегодняшний день с этим? Да, в части задолженности очень большая проблема в отрасли. У нас ежегодно увеличивается эта задолженность. Мы ведем мониторинг задолженности за все потребленные услуги и задолженности между организациями коммунального комплекса. Задолженность управляющих компаний и товарищ-собственников жилья сейчас составляет более 2 миллиардов рублей. На 1 июля задолженность населения составляет около 6 миллиардов рублей. Это очень большие деньги. Ресурсоснабжающие организации недополучают эти деньги. И все это приводит к недовыполнению ремонтных работ, инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций. Что приводит к ухудшению состояния инженерных систем, наших котельных, наших электростанций. И это может повлиять на надежность оказания услуг и качество оказываемых услуг. А как бороться с задолженностями? То есть, в частности, на сегодняшний день что происходит в этом плане и какие работы ведутся по борьбе именно? Ну, вот как раз по этой задолженности, да, при внедрении вот этой системы, единой информационной системы, соответственно, у нас увеличится поступление. Некоторые даже не ходят в кассы из-за того, что у них нет времени, да, своевременно ходить и оплачивать эти услуги. Соответственно, человек, сидя дома, он может оплачивать этими услугами, пользоваться. Сейчас, в 2017 году, уже мы по этой системе проведены оплаты более 5000 оплат на сумму более 25 миллионов рублей. И зафиксировано 50 тысяч посещений вот этой системы. Ну, а также предприятиями ведется претензионно-исковая работа, да, сейчас с потребителями коммунальных услуг. Ну, работа ведется также и с надзорными органами, части задолженности управляющих компаний. Задолженность управляющих компаний – это одно из требований лицензирования, да, в случае, если превышает более трех месяцев, то при наличии жалоб, соответственно, может быть проведена проверка органам, который контролирует выданные лицензии. И при наличии оснований через суд может быть отозвана эта лицензия. Но все зависит от активности жильцов, да, от всех нас, от собственников жилья. А, наверное, самый наболевший вопрос на все времена – рост тарифов по ЖКХ. Может ли такое случиться, что тарифы перестанут расти и пойдут на спад? Ну, прозрачность тарифов, конечно, это одно из очень больших проблем, да, это целая тема для дискуссии. Конечно, сейчас мы работаем над этим, да, сейчас больше ресурсоснабжающие организации должны раскрывать свои тарифы. Сейчас очень большое изменение идет в законодательстве по регулированию. Семенович, спасибо за беседу. Я напомню, что сегодня мы говорили на тему изменения законодательства в сфере услуг ЖКХ.